Внимание, говорит и показывает РЕН-ТВ. Ох, простите, увлеклись. Это всё ещё канал Хаббл. Но тема сегодняшнего ролика явно соотносится с уфологией и мифами, окружающими эту лженауку. В частности, вы узнаете, что такое инопланетный секс, оправдана ли теория панспермии, а также ответите на сакраментальный вопрос. Но и где они все? Поэтому запасайтесь попкорном и находите надёжную точку опоры. Будет горячо. Начнём с последнего пункта. Однажды итальянский физик Энрико Ферми, между делом создавший первый в мире ядерный реактор, задался вопросом, почему за всё время существования человеческой цивилизации мы не встретили пришельцев и не запеленговали ни одного внятного инопланетного радиосигнала. И это, невзирая на весомые аргументы в пользу густонаселённой Вселенной. И где зонды с Альфы Центавра? Где продвинутые шаттлы? Где обратная связь? Мы упорно продолжаем вести монолог с макрокосмом, уповая на истинность уравнения Дрейка и посылая приветы в пустоту. Надежда найти себе подобных послужила толчком к возникновению проекта Сети – Всемирной кампании по поиску внеземных цивилизаций. Но успех этого начинания вот уже 60 лет находится под большим вопросом. Не будем уподобляться сектам вроде свидетелей пришельцев или адвентистов седьмой планеты, а попробуем посмотреть на ситуацию максимально критично. Попытки доказать, что инопланетяне существуют, отыскать признаки микроскопической жизни на иных небесных телах, интерпретировать фото с изображениями пришельцев или расшифровать природу космических сигналов, неизменно разбиваются рифы суровой реальности. К примеру, сигнал «Воу» – это самое известное на сегодняшний день доказательство существования инопланетян. Он был зарегистрирован радиотелескопом «Большое ухо» 15 августа 1977 года. «Воу» представляет собой уникальный цифробуквенный код 6EQUJ5, принятый за попытку некой цивилизации связаться с землянами. Предположительно, радиоимпульс дошел к нам из созвездия Стрельца. Так вот он, реальный пруф. Как бы не так, просто куча фантазий и надуманных фактов. Быстрые радиовсплески давно занимают астрофизиков, а их происхождение приписывают взрывом нейтронных звезд, пульсациям магнетаров в транзиту комет и даже следам деятельности звездолетов. Но, увы, сколько ни пытались астрономы снова поймать сигнал «Воу», усилия оказывались безуспешными. Подавляющее большинство ученых считают, что так называемые радиосвидетельства существования пришельцев не более, чем отражение фрагментов космического мусора или не вовремя открытая микроволновка на территории обсерватории. Значит, сигналы – плод неправильной интерпретации, а пришельцы – глупый миф? Тогда спросим прямо. А вы точно везде искали? Везде, куда человечество пока может дотянуться. Но в первую очередь, в качестве плацдарма для поисков, был избран многострадальный Марс. Человечество до сих пор посылает на него армады зондов, испытывая маниакальное желание найти доказательства прошлой или настоящей жизни. Более того, некоторые настойчивые персоны, такие как английский писатель-футуролог Сэр Артур Кларк, пытались разглядеть на Красной планете нечто, ей несвойственное. В 2001 году британец взял с сайта НАСА вот этот снимок. И принялся утверждать, что на Марсе буйствует растительность, которую бестолковые зонды не в состоянии рассмотреть. Прогнозируемое громкое заявление на поверку оказалось фейком, то, что вы видите на фото – всего лишь песчаные дюны, увенчанные шапками замерзшего углерода. И никаких марсианских ландшафтных дизайнеров. Радуй то, что Кларк не уподобился Шарлю Кро, предлагающему смастерить на Земле циклопическое зеркало и выжечь послание прямо на поверхности Марса. Или математику Гауссу, увлекшемуся идеей засеять значительную часть Сибири пшеничным треугольником, иллюстрирующим теорему Пифагора, пусть, дескать, марсиане полюбуются на коллективной земной умище. Другими словами, и здесь пустой хайп без конкретных результатов. Неужели за время существования человечества не осталось ни одного реального доказательства присутствия пришельцев или хотя бы попыток инопланетян с нами связаться? Пирамиды в Гизе обойдем стороной. Где они прячутся? В подлёдных океанах, на суперземлях, в кротовых норах или облаках тёмной энергии? Пока ответа нет, обратимся к внешности гуманоидов, как их принято называть в среде доморощенных уфологов. Сведения очень разнятся. Кто-то описывает человекоподобное существо огромного роста, а другие – зелёных пигмеев с крупными головами на тщедушном теле. В псевдонауке уфологии пришельцев называют греи – серые. Именно они чаще всего упоминаются очевидцами и встречаются в фантастических фильмах. Самая громкая из устных свидетельств земной деятельности НЛО появилась в сентябре 1961 года. В этот знаменательный день состоялось похищение века. Супруги Бетти и Барни Хилл вечером возвращались домой на своём «Шевроле». Ехали они с Ниагарского водопада и были очень оживлены. И вдруг, по законам жанра, Чита увидела сверкающую точку, хаотично передвигающуюся по бархату ночного неба. Понятно, что коварные пришельцы парочку похитили и, изрядно покопавшись в мозгах американцев, отпустили в Освояси. После этого у Бетти начались кошмары и супруги обратились к психиатру. Интересно, что когда Читу ввели в состояние гипноза, во многом рассказы мужа и жены о пришельцах с грушевидными головами, исследовавших их в странном помещении на борту летающей тарелки, совпадали. Это хорошая новость. А плохая состоит в том, что описание инопланетян было до боли похоже на героев телесериала «За грани возможного», который транслировали за пару недель до этого. Но Бетти представила и вещественное доказательство – звездную карту с обозначением точки, откуда прилетели ее визави. Вернее, рассказала, как выглядит схема. Астроном-любитель Марджери Фиш воссоздала звездный атлас в реальности. И осторожнее со Стёбом. Для адептов уфологии сей артефакт – аки Библия для христиан. В любом случае, впоследствии выяснилось, что карта не точно регрессивный гипноз – метод ненадежный, а сам инцидент крайне маловероятен. Перефразируем известное выражение из романа Горького. А был ли контакт? Может, контакта-то и не было? Но сколь бы мало доказательств внеземных цивилизаций мы не имели в своем распоряжении, все равно рассматриваются теории происхождения человечества, напрямую связанные с космосом. Вот мы и подошли к панспермии – гипотезе, утверждающей, что давным-давно Землю кто-то засеял. Другими словами, люди порождения пришельцев? А что, вполне возможно, ведь некоторые биологи приписывают частям нашего ДНК нездешнее происхождение. Первым идею панспермии высказал не кто-нибудь, а афинский философ Анаксагор. Она была слишком сумасшедшей, чтобы найти последователей, и только спустя несколько столетий теорию поддержал Ганс Рихтер. Но вот засада – сколько ученые не искали эти семена на метеоритах, везде их ждало разочарование. То интерпретации найденного были неправильными, то микроорганизмы оказывались земными. Получается, и тут мимо. На десерт упомянем о самом горячем, обещанном в начале видео – о сексе с инопланетными существами. Если пришельцев на Земле так много, как об этом говорят очевидцы, то логично предположить, что мы могли бы подружиться поближе. В 1930 году на территории Мексики был обнаружен череп аномального строения. По мнению уфологов и прочих сторонников инопланетного заговора, череп принадлежит продукту любви человека и инопланетянина. Вот такие дела. Конечно, смущенные лжеученые добавляют обычно, что горячей любви могло и не быть. Ведь представители внеземных цивилизаций почти наверняка обладают технологией генетического вмешательства на расстоянии. В любом случае, спустя какое-то время уже настоящие ученые с помощью анализа митохондриальной ДНК, сохранившейся в кости инопланетного подкидыша, определили, что череп принадлежал обычному ребенку, родившемуся с тяжелой патологией – гидроцефалией. Казалось бы, но все, куда же дальше? Чтобы не подрывать вашу веру в человечество, его просвещенный ум, мы даже не попытаемся обозначить статистику людей, считающих, что их похищали пришельцы исключительно ради сексуальных экспериментов. Короче, ребята, пока мы готовили этот ролик, ни один из пришельцев с негодованием не проверк наше вранье и не пожелал стать консультантом, из чего мы делаем печальный вывод. Слухи о зоне 51 сильно преувеличены. Ждем лойсов, комментов и подписок. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите главного. Рилток. Субтитры создавал DimaTorzok